Дорогие друзья, шалом алейхем. Отношения это самое главное в жизни. Отношения между муж и жена, между родителей и детей, между детей и взрослых родителей, на работе, с друзьями. Есть короткие отношения с человеком, который в этот день придется проводить время по какой-то причине. И мы строим отношения так, как мы их видим, как мы их понимаем правильно, по нашему мнению. Проходит время, и вдруг неожиданно мы слышим, что ребенок недоволен, жена недовольна, родители наши недовольны, взрослые родители. Потому что мы никогда не думали, что в отношении есть тоже другая сторона. И надо понять, что они хотят, как они это видят, и что они ожидают от эти отношения. Мы видим очень часто, что муж и жена живут в Москве, муж считает себе лучше мужем, потому что он сделал то, и 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 цветы пупили, поддарки пупил, и всегда хватил от дома все что надо, а жену надо было что-то другое. Он никогда не узнал у нее, что она хочет. Син, который для пожилой мамы или пожилой папы, читает что он все делает. Здоровье, медициня, кушет пит, помощь, хороший дом. Но никогда не сел с папой или с мамой пожилые за стакан чай, узнать и услышать, что они хотят на самом деле. Дать им шанс тоже высказать, какие у них есть идеи для себя в жизни, какие у них есть мечты. Это люди. У людей есть какие-то чувства и желания. Мы читаем, что мы сделали все, как положено, все правильно. А на самом деле это не то, что надо. Вдруг от ребенка неожиданная реакция. Мы читаем, что мы идеальные родители. Мы лучше. Мы для них все даем им. Купили им все, что им надо. Дали им хорошее образование. А в 20 лет ребенок говорит, вы ужасные родители. Вы не знаете, что я хотел, что мне надо было. И мы в полном шоке. Причина, потому что в отношении надо всегда понимать и думать, что хочет от нас ребенок. Что хочет от нас жена. Ставить себе в ее место. Слушать, интересоваться. Спокойно услышать, что они хотят от нас. И только тогда мы можем быть уверены, что не будет никаких сюрпризов, недоразумения и трагедии в семье. В нашей главе недели китиса есть очень хороший пример такой случай. Между евреи и всевишни есть отношения. Это ми народ, он наш бог. Ми стали его народом возле горы Синай. И там произошла большая трагедия за недоразумение по поводу отношения. После того, когда евреи стояли на горе Синай, увидели такие чудеса. А до этого были большие чудеса, когда они вышли из Египта, мана с небеса. Все, что им надо было, они получили от Бога. На следующий день после дарования Тора, Моше говорил им до свидания, что он уходит на 40 дней в небо, чтобы получить более подробную информацию о Тора, о 10 заповедях. После 40 дней он не вернулся. Он чуть-чуть опоздал. Когда он не вернулся, он на самом деле вернулся один день позже. Они испугались, что у них сейчас нету Моисея. И сделали себе золотой телец. И танцевали вокруг него. И Всевышний очень обиделся на них. Еврейский народ был очень наказан. Любавич Искерева объясняет, что они не имели ничего против Бога. Они просто сказали, что так как Бог не видно, так как Моисея нету, им надо что-то физически в этом мире с которого надо общаться, помолиться, танцевать вокруг него. И это им поможет общаться со Всевышним. То есть им это надо было для того, что именно с Богом общаться. Для их отношения. А их ошибка была, что они забили только одно. Что первый заповедь, который они услышали до этого на горе Синай, был первый заповедь, что я ваш Бог. И второй заповедь, что кроме меня нет никого и ничего. Что вы должны общаться напрямую со мной. Моисе Рабейну это не Бог, это не посредник. Он просто передает информацию между нами. А золотой телец это полное нарушение моего правила и наше отношение с вами. Поэтому в Всевышний Абитлсане это хороший пример, как в отношении и между евреями и Богом, и в семье, и на работе. Надо всегда понимать хорошо, если у нас отношения правильно построены, если мы понимаем хорошо, как надо общаться. и только тогда вокруг нас будет хармония, будет весело, мы хорошо будем себя чувствовать, потому что когда отношения тяжелые, кроме того, что мы когда-то получим удар и неожиданность, сам факт, что есть вокруг нас людей, с которыми отношения не так, как они должны быть, оно влияет на наше настроение, на наше самочувствие. Потому что мы не понимаем до конца, как надо относиться к этому человеку конкретному. И такой урок, который нас учит в нашей главной неделе, поможет нам в жизни, как построить правильное отношение со всеми. И тогда наш день будет совсем другой, он будет весело, наша семья будет хармония, вокруг нас будет веселие, и мы будем намного лучше себя чувствовать. Заед визунт, агутн шабес.